Молитва Божьей Матери о неустанной помощи Быстрый переход к молитвам Издавна произнесенная молитва Богородицы о помощи являлась мощным оберегом от любых несчастей, будучи призванной помочь в любом деле, будь то необходимость спуститься в дальнюю дорогу либо произвести любое другое дело. Известно, что молитва Пресвятой Деве Марии помогает всякому, кто к ней обращается, творя настоящие чудеса. Известно множество случаев, когда произнесенные слова молебно исцеляли недуги, а также помогали при, казалось бы, безнадежных случаях. Многие матери стремятся обращаться с неустанной просьбой к Богородице. Она помогает спасти детей от проблем, уберечь их в дороге, даровать счастье и направить на путь истинный. Сегодня многим детям психологи ставят диагноз гиперактивность. Верующие говорят, мол, бесы терзают. Известно, что произнесенная молитва Матери Божьей творит чудеса, успокаивая ребенка. Также молебен Богородицы поможет в любых других ситуациях. Помощь от Божьей Матери главным условием любой мольбы является вера. Молитва Богородицы о помощи может каждому, кто впустил Бога в свое сердце и безвозмездно любит его. При этом молитва может быть самая простая. Молиться Божьей Матери о помощи можно в любое время, тогда, когда этого захочется. Если вы желаете впустить Господа в сердце, то почему бы не обратиться к нему прямо сейчас? Молебен Пресвятой Деве Марии будет уместно даже в том случае, когда вы просто желаете поблагодарить ее. Икона Богородицы поможет лучше сконцентрироваться от церковной свечи, сделать прошение намного легче. Не обязательно заучивать именно те слова, которые предложены священными источниками. Крайне желательно, правда, их выучить, ведь сила их проверена временем, однако, если вы желаете молиться, но не знаете слов, это не мешает произносить слова, идущие от самого сердца. Особенно сильная просьба для Богородицы будет в Храме Божьем. Священное место является лучшим проводником мыслей человеческих. Правда, никто не мешает и не запрещает просить помощи Пресвятой Богородицы даже вне Храма в любой обстановке. Помощь во всех делах людских Матерь Божья любит детей Божьих, то есть поможет каждому человеку на земле, обратившемуся к ней. Существует огромное количество текстов, обращенных к Пресвятой Деве. Вот несколько из них Пресвятой Божьей Деве Марии и помощи в пути. Поможет каждому путнику, может произноситься как им самим, так и матерью его. В последнем случае это является благословением. При ее прочтении и спрашивается помощь в дороге и направлении по верному пути. Путник с такой молитвой никогда не собьется из путей, его будут избегать невзгоды, болезни и неприятности. Не обязательно читать ее именно перед большой дорогой. Произносят ее также в том случае, когда человек просто идет на работу, учебу либо прогулку. Молитва Пресвятой Богородицы о помощи в пути, а Пресвятая Владычица моя, Дева Богородица, Адигитрии, покровительница и упование спасения моего. Сэ, будь мне предлежащий, ныне хощу отлучитесь и на время си вручая тебе при милосердной матери моей, души тело мое, вся умная. Мои вещественные силы, всего себе вверяй в крепкое твое смотрение и всесильную твою помощь. А, благое спутницы и защитницы моя. Я усердно молю тебя, да не ползу путь мой сей будет, руководствуй мя на нем и направи его, все святые Адигитрии, я кожа сама веселька. Слави сына твоего, Господа моего Иисуса Христа, буди мя во всем помощнице, наипаче же всем дальнем и многотрудном путешествии соблюди. Мя под державным покровом твоим от всяких находящих бед и скорбей, от враг видимых и невидимых, и моли о мне, госпоже моя, сына твоего. Христа Бога нашего, да послед фомоль, а не ангела своего мирно, верна наставника и хранителя, да я кожи древле даровал есть рабу своему. То вея Рафаила, на всяком месте и во всякое время хранивший его пути от всякого зла, такой мой путь благополучно управив и сохранив. Мя небесная силою, здраво да возвратит мя, мирный всецело к жилищу моему во славу имени своего святаго, славящий и благословящий. Его во вся дни живота моего и тебе величающе ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Читать далее. Также существует молебен, в котором просится Пресвятой Дева Мария о помощи наставления на путь истинный. Молитва Пресвятой Богородицы Путь истинный, Богородица Дева Мария, исполненная благодатью Божьей, радуйся. Господь с тобою, благословенна ты между женами и благословен плод тобою рожденный, потому что ты родила Спасителя, душ наших. Матери Богородицы, помогающей обрести любовь, помогает каждой девушке, мечтающей обрести любящего супруга. Молитва Пресвятой Богородицы о любви, благословенная Мария, Мать Бога нашего Иисуса Христа, прошу тебя, загляни в душу. Мою, найди мне любимого, приведи его ко мне, того, кто тоже ищет любви, супруга моей души, того, кого полюблю я и кто будет любить. Меня до конца наших дней, тебя, знающую страдания и тайны женщины, прошу смиренно во имя Бога нашего Богородица. Поможет при произнесении слов, обращенных к ней для спасения от войны, либо любых несчастий, которые могут произойти с человеком. На самом деле, святых молебнов Пресвятой Дели Марии огромное количество. Богородица известна во всем мире, а потому молятся ей на все языках, причем не только православные христиане. Помощь получит каждый молебен Богородица обязательно поможет тому, кто обладает верой, обращенной к ней. Вознося ей молебны, человек полностью концентрируется на любви к Господу, мысленно материализуя результат. Именно эта материализация позволит реализовать желаемое. Именно сила веры является тем движущим фактором, который помогает достичь исполнения желаемого. Сама икона Богородицы поможет лучше представить себе Пресвятую Деву, проникаясь неустанной силой любви к ней. Известное изречение каждому воздастся по вере его. Это можно сказать и о молитве, обращенной к Пречистой Деве, ведь Святая Дева Мария помогает лишь искренне верующим, избегая вниманием тех, чья вера лишь показная. Но почему Мать Божья нам помогает? Ответ прост, мы любим ее сыном. Именно из-за любви и почитания Господа Бога нашего, она всегда незрима с нами, неустанно исполняя людские желания и помогая обрести счастье, а также решить любые проблемы. Видео, молитва Богородицы о помощи.